Встречаем гостью, ее зовут София Халлик, она является человеком, который придумывает украшения и даже получила премию за лучшее украшение молодого дизайнера. Доброе утро. Доброе утро, София. София достала очень интересные и забавные украшения, даже не сразу поймешь, что это. Брошки, ну мы обязательно сфотографируем, снимем. София, как долго вы занимаетесь уже? Украшательством. Украшательством людей. Украшательством я начала заниматься, когда училась еще на бакалавре. Училась на керамике, и тогда я поняла, что мне очень хочется. Не хочется заниматься керамикой, а хочется заниматься украшения? Не получалось у меня, честно говоря, очень хорошее делать дизайны чашек, а украшения мне очень понравились. Ага, так получилось, да, что сначала чашечки, чашечки, мучилась, мучилась, а вот не произошло ничего такого. Видите, что такое? и произошло, что неожиданно переключилось на украшение. На украшение. На самом деле, мне мой папа говорил давно-давно, когда еще в детстве. София, я хочу, чтобы ты стала ювелиром. Потому что у него у самого этого мечта, к сожалению, не сбылась. А он кем стал? Он стал отличным отцом. Это без вопросов, конечно. А по профессии? По профессии он был много кем. На данный момент он во всеоружии своими золотыми руками. Он делатель большие металлические вещи. Большие металлические вещи. Тоже из золота, да, выпиливали? Большие металлические и стали. Ну что, хорошо. Ты, я так понимаю, по маленьким этим самым пошла деталям. Материалы, с которыми ты любишь работать, это что? Сейчас я больше всего работаю с резиной. Вот ретановая резина, вот эта полупрозрачная. Я люблю. А это резина? Это резина? Это резина, да. А я думала, это камень такой. Это заливается формой, потом застывает? Да. Я подумал, что это вообще какой-то плексиглаз. Мягенький. Как ты пришла до этого? Где ты эту идею вообще взяла? У кого-то подсмотрела или сама придумала? Мне больше всего нравится, в принципе, обманывать зрителей. Вот вы сейчас все думаете, что это стекло? Мы обмануты. Что это какое-то такое... Как стекло, да, как бы-то матовое. А на самом деле используют резину по той причине, что можно так вот обманывать. А, снимать, да, да, да. София не переживает, все хорошо. Все хорошо. У Софии очень интересная история. Она окончила школу в Нарве и приехала, поступила в художественную академию в Таллинн, начала учиться на эстонском языке. Вот расскажи этот опыт, как у тебя прошло. Ты приехала из Нарвы, ты по-эстонски говорила? Ну, как все закончили. ТР, наверное, говорила, да? Да, с временем. Было, естественно, очень трудно. Это и помогло ей поступить, собственно говоря, в художественную академию, да? Трудно было. Не понимала многих лекций. И первый год я тяжело закончила. Но потом эстонский стал лучше. И сейчас я уже забываю русский, да, потихоньку? У тебя сейчас общение на каком языке вообще? У меня постоянно три языка. Еще английский, потому что я свою докторскую пишу на английском. Эстонский и русский. А о чем докторская? А докторская вот о украшениях, о прекрасном совершенстве. Ну, говорят, что каждый художник должен откуда-то получать вдохновение, я не знаю, инспирироваться, говоря модным языком. Ты от чего отталкиваешься? Ну, слушай, дойти... Каким умом нужно до резины для того, чтобы вот так обманывать классно, как у тебя это получается? Да, вообще этот вопрос про вдохновение является, наверное, самым нелюбимым, простите. По той причине, что трудно сказать. У меня нет никакого такого объекта в природе в живой, в нашей, что мне бы очень нравилось. И есть очень интересное, например, замечание, что в древней Риме и в Греции говорили, что у художника, у писателя, у скульптора есть свой гений. И этот гений, например, находится там в его пире или в стенах его студии, и он подкидывает ему хорошие идеи. И вот если писатель, например, не пишет полгода, значит, гений покинул. Вот это что-то такое святое, что-то... Муза, да. Кто является твоим? Твоей музой. Как тебе с головы приходит создать то или иное украшение? Ты во сне это видишь? Да это очень долгий процесс. Или ты, может быть, на улице бац, что-то увидела. Может быть, очертание фигуры. Бывайте так случайно. И вот на эту брошь, я обязательно потом сфотографирую видео, сниму. Сколько времени ушло на создание вот данной броши? Ну, в общем, процесс обдумывания и до того, как я приступила к работе с материалом, занимает много. Иногда это может пройти неделю, иногда месяц, а иногда и год. А ты сама все делаешь? То есть производственный процесс, я имею в виду. То есть материал обтачиваешь, соединяешь, придумываешь и так далее. То есть это все именно твоя ручная работа. Трапов у тебя нет. Да. Пока нет. То есть ты отправляешь куда-то там в цех, нарисовала и все. То есть ты, можно сказать, работаешь сама на себя сейчас? Именно так. И у Софии есть своя фирма, которая называется Сома, она как раз занимается изготовлением, продажей украшений. Ну и как на рынке? Ты просто не первый человек, который занимается украшениями, которые приходят к нам. В общем-то, все так начинают смотреть в потолок, говорят, ну да, конечно, не так легко, как может показаться. Да, конкуренция есть, понятное дело. Ты сама как-то тоже в потолок посмотришь и скажешь, что конкуренция есть, но я как-то живу. Нет, почему же? Как молодой художник мне приходится разделять вот эти украшения, которые я вам сейчас показываю. Это уникальные украшения, которые направлены на коллекционеров, на ценителей искусства. И такие украшения продают через галереи, сотрудничество с ними. А еще у меня есть вот эта Сома, мой бренд, которым я занимаюсь производством не уникальных, а серийных украшений, которые более просты в производстве, которые доступны простому потребителю. Ну то есть получается, что вот эти вот эксклюзивные варианты, которые там, наверное, штучно выпускаются, это не на продажу? На продажу, естественно. Только тем, у кого есть больше денег. А, скажи, София, какой у тебя ценовой класс украшений? Ну, конкретно уже, чтобы понимать. Ну, если говорить, например, о Сома, то если прийти и прицениться, то колечко там, брошечку за сколько можно купить? Которые серийные украшения можно привести от 30 до 150 евро. И это тоже вообще твоя ручная работа, да? Именно так, да. Серийная, это что значит? Я лично так тиражом выпускаю. А, их много, да? А вот в единичном. Тираж самый большой, который я делала, сейчас было, например, 200 пар сережек. Ну, нормально. Ты же делаешь 200 пар одинаковых сережек. Ну, почти одинаковые, да. А все-таки есть разница. Кстати, а вот это единичные украшения, они в какой ценовой класс входят? Они дорогие. Ну, они намного более дорогие. Там она уже как придумает цену, так и назовет. Нет, за ними нет. Кто больше? Да, больше. Так что, на чем приехал? На Бентли? Полторы штуки? Ну, вам же нужно понимать, что, конечно, это более дорогие материалы. Да, конечно. Поэтому мы все понимаем. Я знаю, что твои работы выставлялись в Европе на выставках, да? Музей интересуется твоими работами. Вот как ты себя позиционируешь? Ты человек, который делает уникальные вещи, или ты просто молодая девушка, которая пытается найти свой путь в жизни? Нет, я уже нашла ее художник. Ты уже на ногах крепко стоишь, ты художник, ты ювелир, получила премию. Эта премия, которую тебе вручили, она какие-то обязательства на тебя накладывает? Ты должна выпустить что-то еще, или это просто тебе за твой план? Нет, это очень большое пожертвование в мою сторону было, и... Полторы тысячи евро там, по-моему, было на двоих. Да, но мы получили их на двоих. На двоих, да. Да, и получается 750. По айфону. Айфон. На что ты потратила эти деньги? На материалы, на новые. Слушай, а материалы, вот, кстати, никогда в голову не приходят, а как вот ищут и закупают материалы, откуда ты их вообще получаешь? Сейчас есть такая вещь, как интернет. Ну, понятно. Интернет-магазины, и вот резину, например, я уже нашла из Америки. То есть в другой стране, где-то поближе, в Европе вообще резины нету, да? Нет, да, именно это фирма. Кошпар какой-то. Резина из Америки, дерево из Южной Африки откуда-нибудь, еще что-нибудь, да? Это же отовсюду вот это вот все, собираешь, 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 сколько времени уходит. Вообще, сколько времени у тебя уходит на твою профессию? Я сейчас говорю вообще вот обо всем, что имеет отношение к профессии. То есть свободного времени у тебя много? Или вот поскольку у тебя твой бренд, 200 пар сережек надо сделать там и так далее, какие-то авторские украшения. Это же, ну, не 5 минут, не 10 минут в день. Да, ну, я отдаю своей профессии около 90, наверное, процентов своего времени. Еще свободное я трачу уже на свою семью, на мужа, и все. Муж тебя часто видит просто, да? Не очень, к сожалению. А ты дома работаешь, кстати? Нет, я работаю только в студии. А, понятно. Твой творческий процесс в студии, то есть что тебе нужно для того, чтобы у тебя все получалось? Вот, я бы сказала, сегодня удачный день, у меня все классно. Ну, что тебя не отвлекали или там какую-то особенную музыку ты любишь слушать? Как ты творишь? Я люблю, когда чисто и очень аккуратно, когда все лежит на своих полочках, когда в студии не очень много людей и тихо играет хорошую музыку. Какую музыку слушаешь? Ну, все говорят, что это как грустная, но она хорошая. Такую красоту только под хорошую музыку можно создавать. А как ты к критике относишься? Критика это всегда хорошо. Любая критика? Любая. Ну, у тебя бывало такое, я не знаю, там, в интернете или кто-нибудь где-нибудь там сказал, «Что вообще такое? Что за ерунда?» На выставках вставляют такие комментарии. Бывало такое, да? Как ты относишься? Неприятно. Это просто люди не понимают. У меня просто один знакомый фотограф есть, и у него есть одна коронная фраза, которую он говорит всегда людям, которые в интернете пытаются его троллить, что вы, конечно, очень умный человек, но лучше идите и посетите осликов. Это вам подходит гораздо больше. Витиевато, культурно подходит. И всех осликов отправляют. А у тебя есть такая фраза, которую ты снимаешь в стресс? Не знаю, я затрудняюсь ответить. Она делает музыку погромче. Когда у нее будет стресс, она эту фразу и скажет. Если говорить о том, что ты запланировала на будущее, твои творческие планы, это обязательно, что мы хотели узнать. Ну, сейчас в перспективе на пять лет у меня нужно закончить свою учебу на докторантуре. Ну, а коллекция новая? Все, сейчас в процессе. Будет, да? Это все само собой разумеющиеся, да. Очень хочу сделать соло-выставку за рубежом. Это такие грандиозные планы. Я так понимаю, что когда ты будешь защищать свою докторскую, то вся экзаменационная комиссия получит какие-то маленькие подарки просто так, да? Это тебе останется секретом. София Халик сегодня была у нас в гостях. Она молодой ювелир, художник и рассказала о своей коллекции. Спасибо. Спасибо, что пришла. Творческих успехов!